Ава, друзья, сегодня мы с Юрой собрались. А чё такое вальяжное начало? Как же Ава, с вами Юлик. Ты чё, колеса принял какие-то? В общем, Ава, с вами Юлик. Юрик, мы смотрим «Сердца за любовь», самое лучшее шоу на свете, от самых нереальных симпатяк. Мы смотрим один из интереснейших выпусков, которые вышли недавно, потому что в этом выпуске есть кто-то, у кого пальма на макушке. Да, и мы не могли пройти мимо такого кликбэйка просто мастерского, поэтому, дамы и господа, Моргенштерн на сердцах за любовь. Нужно напомнить. Знакомьтесь с сегодняшними участницами шоу. Лаура. Лаура сразу стала выгодной своей стороной. Правильно, а я считаю, если у тебя есть жопа, нужно прям жопой знакомств. Ты знаешь, с ногами задранными. А я очень удачно повернулся, потому что сразу человек увидел сначала «Ого, вот это жопа», а потом уже как бы все остальное к жопе. Ого, у этой жопы еще и лицо есть. Вот класс, всегда мечтал о жопе с лицом. Обожает фотографировать и фотографироваться. О, нюдисы скидывать будет, значит. Обожаю фотографировать. Чувак, там будет какая-нибудь срань, типа, фотолист Уилли. Конечно, ты такой наивный, да? Такой, так ты увлекаешься фотографиями? Скинь мне, и там какая-нибудь типа «Рассвет», «Пятиэтажка». Чемпион по селфи ищет парня, с которым не стыдно показаться в соцсетях. Людмила, 28 лет. Девушка с болью. Что такое? Ну, немного перекосила, Юлика, а ты сразу, что уж такое? Бывает. Уровень грации – гиппопотам. Ох ты, а прямо, блин. Ты как чирлидерша, которая издевается над… Уровень грации – гиппопотам, ха-ха-ха. Диапазон «Голосом может двигать предметы», проверяла Налют. Это… Это на что намек? Не на что? У меня как-то начальница тоже голосом двигала предметы, говорила, «Хованский, поменяй там воду в куле, ревлей». Мечтает встретить талантливого парня, из которого можно сделать суперзвезду. Из которого можно сделать бесталанное подкаблучное чмо. Запомни, она наверняка будет молоденьких брать, типа, ей 28, но она же продюсировать хочет. Кто же будет продюсировать человека своего возраста, Юлик? Это же… 21 год. Будущий повар-кондитер. А-а-а, я бы… Попробовал ее конфетку. Внимательно следить за своей фигурой. Приходится, ведь тортики она делает умопомрачительнее. Кристина уверена, ее парень будет носить ее на руках, потому что она настоящий подарок. Без рук. Не, она очень легкая, ее можно носить на руках, но я все-таки прям не верю, что она печет тортики. Она, видимо, или очень плохие печет. Она делает крем-паре. А-а-а, крем-пирожки с кремом. Юлия, 18 лет. Будущий кинопродюсер. Отходу столько баб-продюсеров. Я вообще, что-то вот просто в голове вспоминаю продюсеры. И ни одного женского имени вообще нет. Типа, это мужской удел продюсировать? Может, они просто не знают, что это слово значит. Звучит круто, может… Что? Что? У бабы-то даже сосать нечего. Как-как-как она продюсировать-то будет? Юлия, 25 лет. Бизнес-лиди. Слушай, какая-то… Она стример, сыновей, она царем показывает. Клуб успешных женщин прямо. Продюсер-шетевщики. Ну, я думаю, им будут выпускать полных ничтожеств. Ну, такое, знаешь, а хотите, а спродюсируй-ка вот это. У меня 47, я живу с мамой. Ой, привет, малышки. Привет, девчонки. Каких мальчиков посмотреть? О, она еще и сучка. Все, как я люблю. А, расчехляем. Стоп, стоп. 18 было? Вроде было. Расчехляем, дрочила. Давайте посмотрим за 500. Зачем за 500? Давайте начнем с 300. Я согласна. Прямо, вот это я понимаю, бизнес-леди, блядь. Просто никого. Предлагаю 500, может быть 100? 300. Отлично, договори. Прямо, не нахуй. Бизнес-леди вот это. А-а. Ну ладно, давайте. Золотая середина. Может, там будет хороший парень? Может быть. Сергей. Мне нравится, что теперь, перед тем, как представлять мужчину, показывают бирочку. Ага. Большим мясом. Как в морге или в дом. Да, тогда большим мясом показывают мужчины. А ты бы как хотел, чтобы на тебе налеплен был? Нет, чтобы вы сжигали. А, клеймо. Выходит, там конч за 300 там написано. Клипмейкер. Обожает авторское кино, суши и оригинальные вещи. А-а-а. Авторское кино в 20 лет. Господи, чувак. Вот как... Какое говно должно быть в башке просто, у человека? Ты в 20 лет даже еще... Обычный. Ты Терминатора еще второго не посмотрел. Какое авторское кино? Мудавр, блядь. Ищет честную, раскрепощенную девушку с легким характером. Кино? Давайте посмотрим. Такая прям довольная собой, типа, смотри. Я не спалилась, что ли. Кино? Давайте посмотрим. А-а-а-а. С легким характером. Это, конечно, меня отталкивает. Но диджей обычно симпатичный. Так что... Да, да, да. Диджей, он сказал, он диджей? Ну, видимо, типа, блядь. Клипмейкер написано. Видимо, клипмейкер, диджей, виджей, линк. Все это в голове у женщин. Клипмейкер, значит, творческий парень. Я бы посмотрела на него. Тусовщик, девушку раскрепощенную с легким характером. Нет, это не про меня. Умно, умно. Единственный адекватный ответ. Чертовски умно. Типа, знаешь, я хочу с легким характером, потому что у меня он пиздец какой тяжелый. Я тусовщик. Хочу тусить. Хуже только написать вот в этой анкете. Типа, хочу сисястую же опасную телку на противозачаточную. И очень тупую. Чтобы сидела, ждала меня дома, блядь, в клуба, нахуй, где я в лиде ебух. Любит авторское кино. Мне кажется, в нем есть большая изюминка. В очке у него изюминка. Блин, как же просто реально баб просто купить на какую-то хуйню. Типа, ты такой, бля, я вообще обожаю там Ингмара Бергмана. Я люблю авторское кино. Снимать? Не, смотреть. Не, смотреть, смотреть. Хочешь со мной посмотреть какой-то, типа, она приходит к тебе, и ты ей ставишь зеленый слоник, как эти, вот, сука, смотри, самое авторское, бля. Ну, это, типа. Этот конч, это он. Это он, он самый первый. Нечестно подавать конча в самом начале, что это, я не успел, я не успела разогреться, а я, мне нужно, мне нужно было, а это он был. Чувак, можно было догадаться с самого описания, что это будет? Ну, кто еще? Авторское кино, клипмейкер, блядь, все, все указывало на это с самого начала. Уже облизывается. Я себя оценил в 300 сердец, потому что... О, да, ну, наверное, чувак реально насмотрелся Моргенштерна и подумал, что ему тоже давать будут, типа. Я вам подумал, такой, бля, охуенно, если бы у меня... Нахуй стариков, нахуй стариков. Это талантливый клипмейкер, Юлик. Вот это слишком много, а стоит, ну, за школу, ребят. Ты теперь прям все чаще и чаще выскакиваешь для каких-то мгновенных... Эксен. Я каждый раз пугаюсь, думаю, что накрывают, типа, хату или что-нибудь такое. Знаешь, вот из людей, которые умеют хорошо битбоксить, я знаю Даню Кашина и еще какого-то видеоблогера. Все, кто умеют битбоксить, ничего не добились битбоксом. Один делает крутые рэп-клипы, другой тоже чем-то другим занимается. Смотри, сейчас чувак битбоксом пиздятинку получит. Это, по-моему, самое большое достижение битбокса, но на самом деле он просто Билли Джин напевает. Это не такой себе битбокс, типа. А, девчонки, уже потекли? Нет, я думаю, здесь, скорее всего, если он кого-то и получит, то сработает, как у павлинов. Знаешь, хвост такой вот? Ну, я же, это же правда. Ну, кто-то будет теркать. Вот так-то так. Нет, это не тот случай. А чем ты руководствовался, когда вот? Вы просто ничего не понимаете? Это новая школа, блядь. Все нормально, да? Выступаю под плюс. Выгляжу как уебан. Это новая школа. Вот это вот надел. Ой, это же образ. И так нравится девочкам, наверное. Вам нравится? Наверное. Нет. Чувак, походу, реально поставил все на смену имиджа. Такое, блядь, типа. Ну, я себе сделаю дреды, научусь битбоксить. И точно все бабы мои. Пришел такой. Ну, как вам образ, девчонки? Хуя какая-то. Он такой. Блядь, а как теперь волши? Об обратно, блядь, сделать никак. Куда ты с этим ходишь? Ой, наверное, почти полгода уже, да? Он в любой момент своей жизни может макнуть голову в... И работать маляром. Вот, и начать пояриться. Вот то же самое. Ну, да, но я не знаю, мне кажется, оно как-то неудобно мыть их. Ну, давай тебе тоже заплетем, попробуем. Мне кажется, что я... Тут просто посадили телок не того возраста. Вот всякие 17-летние, 16-летние. Ну, если там сидели 13-летние. Да. Да, тогда, типа, он такой, такой внутренний мир. У него прямо через голову пробивается. Волосы, конечно, для меня это святое, так что нет. Я бы не заплела себе подобные вещи. Я пас. Ты, конечно, крутой, но не для меня. Хе, ты, конечно, крутой, но не для девочек. Ты для меня слишком экстравагантен. Что такое экстравагантный? Ах, ты даже... Все, я теперь начинаю думать, что это настоящий. А леща, типа, это как будто уж слишком точная копия, блядь. Ты не знаешь, тем более точно нет. А это помнишь, о чем я говорил? Рано или поздно они начнут добавлять чуваков, похожих на нас, чтобы тролить нас. Теперь они закидывают уточку. Проверяют на Моргенштерна, как бы. Такой умный, я не могу прям. Ну что, Сереж, мы с тобой в плане творчества очень близки. Я певица. Как ты смотришь насчет совместного творчества? Мы как раз выбираем певицу для сольного проекта. Сольный проект, это типа... Да, сольный проект с девушкой или с легким характером. Да, типа, сольный проект, возьми делдаков побольше, типа, будем снимать с тобой сольный проект. И можешь ты спеть для меня? Прямо сейчас? Прямо сейчас. А ты можешь спеть? М-м-м, я могу. Тик-тик-тик-тик-тик. О-о-о-о. Тик-тик-тик-тик. О-о-о. Я у твоих ног. Подхватывай. Спасибо, не говори. Иди ко мне. А, сам не начал подпевать. Ебан, наверное, внутрь даже не попадет. Если бы начал, он такой... Ладно, все, давай, не будем тут это... Все, иди-иди-иди-иди, пока. Ты такая классная. У тебя очень красивый голос. Спасибо. Какие они милые. Пойдем. Ну, такое смело, девочки. Пока, девчонки. Пока-пока. Какой-то он безучастный такой. Да-да-да, иди сюда. Да-да, мы пойдем. Пока, девчонки. Никого не разъебал, не отхуесосил, никакой хуйни не натворил. Это не настоящий Моргенштерн. Просто взял себе бабу и ушел. Хуйня, хуйня. Будет расчесывать его пальмочки. Да, она будет расчесывать его пальмочки, ухаживать за ними, выковыривать в шею. Там, в первую очередь, проблема в ананасе, а не в пальмочках, блядь. Ну и больше. Я выбрала Сергея, потому что он творческая личность. Мне такие парни нравятся. Я сама увлекаюсь музыкой. Мне нравятся распиздяи, блядь, которые... Творческая личность, это вообще оправдание номер один распиздяя. Например, сынок, ты почему, типа, живешь с нами, блядь, в 30 лет и... А я, мама, художник. И ни одного рисунка за свою жизнь не нарисовал. Не пришло идеи, пока я рисую на чужих нервах. Я пишу песни, поэтому у нас нашлись общие точки из представлений. Родятся охуительные дети. Я думаю, с людьми у нас все сложится, потому что... Ее выражительная внешность и чувство юмора не оставят меня равнодушным надолго. Блин, он какой-то такой, прям, вот такой, типа, внешность, чувство юмора. Она это шутила? Нет. Типа, обворожительная внешность. Он может заранее записать. Да такой уровень, я бы сказал, вражей из села какого-то там, типа, блядь. Серьезных отношений, конечно же, у нас не получится. Ну, мы уже зажрались, люди пишут в комментах, на самом деле. Мы уже зажрались, да. Ну, типа, еще критикуем телок тут. Они все очень красивые. И все, вы, девчонки, в комментах красивые. Мы просто зажрались, да, надо признать. Но дружба на почве творчества, безусловно, возможно. За Френд Зонин! Пау, пау, чувак такой, она красивая и смешная, у нас все получится. Телка такая, отношения? Нет, скорее, дружба. И как дружба, как дружба хороших коллег, типа, музыкант. Фрэф, бомба, блядь, Френд Зона. Я бы сказал, так ты шлюха сразу бы мне сказала, что тебе друзья нужны. Иди, блядь, на передачу сердца. Друзья за любовь, сходи. Сука, да, как Чебурашка. Сердца за друзей. Пиши, блядь, как Чебурашка, объявление, ищу друзей, нахуй, расклеивай. Хули ты сюда приперлась? В борьбу за парней вступает еще одна красотка. Анастасия. Горячая. 18 лет. 18. Ааа, 18 есть. Давайте говорить только хорошее. Только хорошее. Только хорошее. Попробуем. Хорошо. Ведет свой блог. Классная бабища. Не думаю, что им такое нравится. Ведет свой блог очень перспективно. И блог, да, перспективно. Петь для большой аудитории. Ищет парня, с которым можно смело покорять вершины популярности. Очередная соска. Ивангай, это твой выход. Если нужна новая Марьяна Ро... Мы вот начали говорить одни комплименты, и они сразу. Очередная соска. А мне больше нравится то, что, видишь, она хочет, типа, найти парня, чтобы было попроще покорять вершину популярности. А что, в наши времена всеобщего равенства самой не покорить? Типа, мы хотим быть как Марьяна Ронни, как Катя Класс, да? Девушкам проще даже. Очка. Ой, какие люди в Голливуде. Ну да, как очень многие. Давайте за 100. Ну тогда давай выберем тебе какого-нибудь дедушку, бомжа, мамулин. Чего она несет? Ну типа за 100 дедушка или бомж будет. Просто она как-то странно строит предложение. Нормально, нормально. Когда ее голова будет у тебя в штанах, ты не будешь думать об этом. Никогда. Он не очень. Если он за 100. Цена не говорит о качестве человека. Может быть, он просто креативный. И решил сделать так. Чему не за 300? Мы только что смотрели за 300. Да, и ничего хорошего. Как я не люблю этот бабий базар, блять. Он бесконечный, ни к чему не ведет. Они просто сидят и... А че? А ничего? А 100? 100? Нет, не 100. Ну давай 100. Ну ладно, давай 100. А может не 100? Успевали бы на одного мужика больше посмотреть, если бы на пизделки время не тратили. А мы бы успевали вообще два выпуска. А может, знаешь, как это работает? Вот они начинают пиздеть, и женщины, которые это смотрят, они как попугайчики тоже видят, что с девушкой общаются, и тоже начинают общаться с экраном. По-твоему, если там порнуху включить, то они начнут... Это как собачки, когда видят на мониторе других собачек. Они начинают скулить, там тоже что-то... О-о-о, где собачки? У Икеи очень большие проблемы были, из-за того, что они женщин с собачками сравнили. Мы ненькие. Извиняться пришлось. Давайте. За 100? За 100. За 100. Просто вот ко всему этому бабскому пиздежу она много выебывается, выебывается, выебывается в том... Да, давайте за 100. Давайте за 100 посмотрим. Это все ни на что не влияет. Можно и за 100? Ну просто это, я думаю, чтобы тебя не упрекнули в том, что ты бичевка. Типа, ищешь бичевого мужика. Ты должна как бы... Ну я вообще за 500 взяла бы. Но поскольку тут ничего не значит, можно и за 100. Но я достойна за 500, а то и за 1000. Дмитрий, 22 года. Работает художником по свету в театре и кино. Художник по свету это осветитель, по-моему. У этой профессии есть название. По красному может свистеть, желтым. В кодексе профессии, типа, он как... Ну художник, да, типа, он творит тем, что вот двигает этот прожектор, блядь. Тить достоинства и спрятать недостатки любого человека. Почему так много мужиков используют слово зажигалка в контексте женщины, типа? В чем смысл, как бы, зажигалка подышит немного газом на тебя, пукнет и все, сломается, блядь. Что, зажигалка? Можно какую-нибудь более смешную аналогию придумать. Ну, а ты с этим явно не справишься, ты уже завис, по-моему, смотришь куда-то вдаль. На птицу. Ищет лигу, добрую и успешную зажигалку. Ну, театрал, это точно для меня. Я обожаю театр и все, что связано с искусством, поэтому я... Ну, типа, если ее кинуть об стену, она сделает так. Я бы, типа, такой так, обожаю театр, все связанное с театральным искусством. Сразу нажимаем красненькую. Но ты, Юлик, да, тоже неплохо. Классная шутка. Да, да. Ой, милая и добрая, это прям про меня. Не очень интересно его видеть. Вот, учитесь байтить. Я ищу милую и добрую. Я милая и добрая. Всё, никак... Все подумают, что вы про них. Ну, смотря кого ты ищешь. Милую и добрую? Девушка, которая думает, что она милая и добрая, тогда да. Для кого бы не искал, Юлик, ты выйдешь и будет сидеть пять каких-то баб. Это же не зависит от того, кого ты ищешь. Я ищу каких-то. Хе-хе. Любой вообще. А любая нет, она скажет, я не любая, типа, мне не нужен, которому любая нужна. А если написать, ищу прошмандовку. Шмандень прям. Шмандень. Шмоньку вонючую. Ищу вонючую. Странная хуйня. Но ты если пойдешь на сердца за любовь, ты попробуй, типа. Интересно, они забайтятся такие. Какой он творческий человек. Знаешь, написать, ищет самую вонючую шмоньку в восточном полушарии, типа. У меня владелец транспортной компании. Сжигался, это как раз про меня. Я играю. Ну, какая себе. Ну, наконец-то, хоть с кем-то будет ходить в театр. Ну, а человек искусства, это прям мое-мое-мое. Смотрим. Он тебе скажет, ты ёбнулась, сука, какой театр я там работаю, блядь. Я там, сука, 40 часов в неделю, блядь. Я ещё сейчас с тобой буду ходить и эти спектакли смотрю 20, сука, раз. Я свечу туда-сюда, нахуй. Я себя оценил в 100 баллов, потому что... Потому что ты напиздел, тебе не 22, тебе 16. Да ты чё, чувак, он просто выглядит... Между прочим, бэби-фэйс, это большая проблема для мужчин. Им не продают спиртное. Тёлки считают их милыми, но не брутальными. Поэтому не стоит. Во-первых, у него явно не, блядь, 16 лет. Посмотри, у него уже морщины, хуины, блядь, ёпта, брови как у тебя умахали. В этом в школе просто стресса много, вот и... Ну, я к тому, что, блядь, не стоит смеяться над чуваками. Я не смеюсь. Смеёшься? Только и что смеялся? Думал, что я растеряюсь и плохо покажу себя перед дамами. Здравствуйте, дорогие дамы. Привет, привет, блядь. Ой, ну он, ладно, он культурный зато очень. Он в театре, блядь, чувак там. Ну знаешь, свет двигать, тебя же никто с тобой не разгарит. Ты можешь сдвигать и такой, суки, блядь. Не, а прикинь, они там, там все... У него прям раззор. Не-не-не, они все, наоборот, очень культурные. Типа, ты осветитель какой-нибудь, роняешь на ногу и такой... Ух, черт возьми, Вениамин Яковлевич, здорово вы меня приложили! Конечно, типа, чтоб вас... Я пришел покорять ваши сердца. Вот, как вы уже слышали, я человек искусства. Для этого я приготовил вам стихотворение. А, я думала, ты играть будешь, но... Быть знаменитым некрасиво. Не это поднимает ввысь. Не надо заводить архивов, над рукописями трястись. Цель творчества, самоотдача, а не шумиха и успех. Позорно! Ничего не знача, быть притчей на устах у всех. Цель творчества, самоотдача, а не шумиха и успех. Пошел нахуй! Но надо жить без самозванства. Так жить, чтобы в конце концов... И прям тёлки... Они все синюю нажали. Я подмечу, все синюю нажали. Ну так все в театр хотят ходить. И все сидят вот так вот, как... Запомните, чуваки. Когда тёлка или, не дай бог, парень вот так вот к вам вот прям вот в лицо заглядывает, это значит вас хотят. Вот эту тёлку он может забирать прямо сейчас. Понял меня, Юлик? Ты все понял? В пространство. Услышать будущее вызвал. И надо оставлять пробелы. В судьбе, а не среди бумаг. Смотри, прям одна за другой. Он как будто вырубает их, типа тает. Одна, вторая, все. А у них эти допаминовые... Да, да, да. Они просто уже все растеклись. Какой он, какой он, все. Бабанк. Тут важно вовремя остановиться, чтобы не превратиться в занудного этого Витюака, который... Было один раз такое, кто-то читал стих, а от кого я все заебал. Пройдут твой путь за пятью пять, но поражение от победы ты сам не должен отличать. Вот, а, ее заебало. У нее началось то же самое, что у меня. Я стал сидеть просто бездельничать. Как, ну, просто мозг заскучал. У меня вспомнила хуйня, когда ты сидишь на литературе, и кто-нибудь отвечает, и тебе прям настолько похуй, нечем заняться. Типа, ты начинаешь ручками фехтовать с соседом по партам. Ну, просто очень скучно. Творчески. А вот если на твою девушку нападет какой-то бандит? Блядь, ну ходи с лысым, блядь, амбалом, который всех отпиздит и тебя отпиздит. Такая странная. А потом кончат в тебя и бросят. Правильный ответ на это, а я не буду ходить со своей девушкой там, где бандиты, блядь, нападают. Да, нахуй, и буду ходить в приличные рестораны, театр типа. Что ты, блядь, забыла в подворотне? Что он должен сказать? Я, ну скажи, я их раху зарежу, блядь. У меня финка лежит. Чё ты ожидаешь услышать, блядь? Нет, защитить. Я думаю, да. Да, он прочитает стих. Он прочитает стих. А он, смотри, он достойно ответить. Он не стал как мы орать. Мы просто как макаки спешали. Ах ты, мразь, какая подворотня. Я упаду сразу же, в ноги упаду скажу. Ну потому что он ещё может, потому что он может кому-то из них выебать, типа, а мы нет, поэтому он всё ещё держится. Беги. Серьёзно? Да, Юль, Беги. А ты сильный вообще? Я? Да. Ну я занимался в зале раньше. А у тебя есть бицепсы? Нет, блядь, я не умею руки сгибать. У меня нет этой мышцы, руки мои плечи. У меня он высушен по особой программе. Для специальной тренировки я его всушнул, короче. Было очень тяжело. Есть, но немного. Я первая. Ну а ты с одной стороны, а ты с другой. Мой бицепс вот тут. Трогайте, девчонки, вдвоём. Руки-то две. Так, давай, отойдём. Да, да. Давайте, отойдём. Ну, раздевай. Ооо, а я чё-то даже не заметил. Кого? Ну, ну, его. Он очень низкий, оказывается. Да господи, Юля, я думал, его, типа, тут хер какой-то торчит где-то в кадре или это, а ты... Ну, а чё ты пошла проверять? Да ты затронся на него не можешь. Не надо стесняться. Блин, сейчас театрала на куски разорвут. Просто охочие до культурного мяса. Иди ко мне, мои маленькие мои. И никто не даст в итоге, потому что. Заметь, это обе девушки, которые говорили, что они продюсеры. Вроде. Сейчас мы его раздеваем. А, вы ещё раздевать меня захотели? Ужас какой, что происходит? Ну, где там? Прикиньте девчонки Вазба, мы с Юликом вдвоём, типа, и такие ещё, ой, ты её раздевай, раздевай Юлик там. Выкидывай нахуй, они ей больше не понадобятся. Вот если всё это переснять, ну поменять пол, чтобы стояла женщина и мужчины такие, ааа, чё, глянь, нормально, сисечки есть. То это будет в сердце за её любовь с Юликом и Хованским. Ну это ужин. Пресс? Нет, пресса, конечно же, нет. Ну, девчонки, не знаю, какой. Ну и пуза, ну и пуза нет. Это, это и есть как бы пресс, хотя бы первый этап к прессу, как бы, уже жира нет. А значит, вы его на три головы выше. Зато мне будет удобно вот так стоять. А вот это правда. А вы, кстати, втроём хорошо смотрите. Блядь, может вам всем уйти реально. Да, я забочная, не могу. Ну ладно. Ну всё, поигрались, посмеялись, пойдём. Красная сейчас, да-да-да. Всё-таки не нравится, на пиздюка похож. Как ты скажешь, здорово, но пиздюк какой-то. Попала, потрогала. Пощупали, да, потрогали. Жалко? А можно я вас пощупаю теперь? Девёнки, а как я, а как я? Какого роста? Маленький, говорю, да удаленький, в корень ушёл. МАААААААААААААААААААААААОАААААААААААААААА. Хуй большой сказал. Да-да-да. Типа, высокие люди идут в вершок, а низкие в корешок. Нас с Юликом это, конечно же, не касается. Мы типа как? Вот, я даже не знаю как это изобразить. Блин, буква Л получилось. Лузеры, бля-я-я-и-я-я. Хуя не скучно, он на всё ответил остроумно, прочитал стихи, блядь, всё, да, не придумывай, сука, ты соскакиваешь потому что он низкий, а не потому что он, блядь, неинтересный, а достаточно интересный, она-то этого не понимает, извини, а я девочки повыше, мне нравится этот молодой человек, мне с ним будет интересно, поэтому я повышаю, правильно, и у неё нет комплексов по поводу своего роста, поэтому ей похуй на то, как они будут вместе смотреться и какого он роста, молодец, респектуха, хороший, так дело-то не в кости, по поводу себя, дело в том, как тебя окружающие видят, социальное отопление, а тебе не срать, никому не срать, ну, мне срать, например, я чувствую голый, я в одной футболке, ха-ха-ха, жу месяц, эти джинсы из клипа ВИТС РОССИЙ, мне насрать, спокойно, но мне нужно, чтобы у меня парень был сильный, мощный, мне нужно, чтобы парень вот был сильный, мощный, а потом, смотри, сейчас выйдет какой-нибудь сильный, мощный, типа она скажет, ну ты чё-то, блядь, вообще, два слова не можешь связать с тобой скучно, а мне нужен и сильный, и мощный, и красивый, и умный, и культурный, и богатый, и самый лучший, и всего-то, блядь, ёпта, нужен один, но который всё умеет, блядь, и делает всё лучше всех, блядь, есть такой один, только батарейки в него нужно вставлять, Ну интересно, если я тебя выберу, и ты меня, перепадут ли мне билеты в театр? Думаю, да Везде Игорь выгоду ищет А она же бизнесмен, может она на этом бизнес построит И скажет, я ему, конечно, не дам, но контрамарки мне не помешают, блядь Хочу жить у меня вертеться, девчонки Ну что, Юлечки, давайте скорее решайте, кто идёт ва-банк за него Я лично иду ва-банк, девочки, а вы тут сидите, ждите Бери её! Дим, она тебя на голову выше, бери меня, я тоже иду ва-банк Нет, Дима, похуй, кто выбери ту бабу, это б... Почему? Потому что это бизнесвумен, только билеты в театр нужны А это единственная, кто заинтересовалась им, невзирая на его рост Причём она и выше его, поэтому это благородный поступок, я считаю, что нужно выбрать тёлку слева Пожалуй, я сделала свой выбор, уж извини, пожалуйста, Юля, но я выбираю Юлю Так, я понимаю, у него комплексы по поводу роста, он выбрал ту, чтобы пониже Я просто себя как-то, а-а-а, чё-то, блин, чё-а-а-а Не знаю, чё Никого это возбуждает, чё-то, это... Никого это не возбуждает, вот именно, его это задело, возможно Это как эротическая фантазия на тему, приехала там тётя какая-нибудь с Воронежа, блядь Ему это не понравилось, и он решил выбрать другую Ну, не знаю, не знаю, братан Она с тобой только из-за билетов Правильно, правильно Садим в пято Пока неудачится Ой Она не знает самого главного поворота, его билетики у него в штанах А-а-а, ну-ж-ж-ж-ж-ж, да Конечно Всегда Кладите всё самое важное в штаны, чтобы девушки сами вытаскивали Например, у вашей девушки астма Положите ингалятор Ингалятор прямо в штаны, и она сделает вам небольшой массаж, пока будет задыхаясь, искать его В себя пшикнуть И получить супер-вимминг Супер жестко Ох, не ту Юлю ты выбрал Ох, астма так выше него тоже Боже Что если тропунька Ха-х Блять, я не понимаю, их ебёт что ли кто кого выше Меня прям бесит какая-то зацикленность на этом вопросе Я человек высокий, мне не обидно, ну просто это хуйня какая-то Ты даже его не взяла, тебе ебёт Ты будешь им в 69 помогать, тебя что смущает как бы Вот из-за такого поведения они не хотят с низкими мужчинами быть Потому что вот кто из них выберет, все остальные будут так себя вести Эх, понятно, бабья солидарность Дмитрий очень интересный молодой человек Он прочитал замечательный стих Редко сейчас парни рассказывают стихи На этом шоу постоянно Это постоянно Они просто все туда ушли Интересуются поэзией Я выбрал Юлю, потому что она милая, добрая, приятная на внешность девушка Блин, даже осветители в театре очень культурные Да, ну факт, блять, таких людей как я осветители Главное, чтоб не бухал Ну, в театре все Ему можно бухать, смотрю, какой миляга Так ты ему алкоголь продать Время покажет, сложится ли у нас с Дмитрием совместные отношения Я думаю, что мы с Юлей можем быть вместе И наше будущее очень хорошо сложится Ну что ж, ты пошла в банк, так что пока-пока Я надеюсь, у них все хорошо будет Хотя я бы взял другую Юлю на его месте Но мне прям приятно Хороший выпуск, не то что прошлый Вот после прошлого выпуска, может заметили зрители, я сижу подергиваюсь пианически Мы смеялись над той бабой, чувак И теперь у меня какое-то нервное расстройство А это тебя боженька наказал Ну может сатана спасет после сегодняшнего выпуска Бля, не хочу дергаться, у меня паркинсон походу начался Постраиваюсь, еще раз приду, найду себе еще лучше Больше Дим, больше Юль, все впереди Давайте девочки, удачи вам Пока Пока Приходи в следующий раз в юбочке короткой Посмотрим на твои ножки Я поставила в банк на Дмитрия Он выбрал какую-то шпу Шмару Или шаламу даже Она выключить у него билеты в большой театр и пошлет его Так он в большом театре работал? Ебать Может она просто от балды сказала А, ну понятно Ну если он в большом, это прямо Они по-моему все таки в большом Это же театр, они все Такой, так ты же сказал в большом Ебать, смотри 200 посадочных мест, разве он не огромный, блядь? Просто это ж пиздец Еще одна красотка Анна, 24 года Дизайнер одежды Отлично разбирается в модных тенденциях Фигурка норм Лицо Как тогда, не знаю Жаль, нельзя сделать себе дизайн лица Обязательно будет стильным Иначе никак Дарья 23 года Учится на экономиста С такими сиськами можно об экономике вообще Я как дипломированный экономист Авторитетно заявляю, что ее орудие производства и труда Будет далеко от экономики, блядь, ёпта На совершенство Ищет парня, способного Произвести На нее впечатление А прикинь, как ты будешь производить на меня впечатление Подойди Блядь, ты меня так каждый день делают Ты ж Я же backs как я зачоты сдаю, так ты же такой не произвел в впечатление, а а мне похуй Vouinло я свою часть сделки получил как моторчик Блят дизайнеру одежды такую сказать она прям я как бы простой на самом деле там должно что-то скрываться конечно да 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 конечно там должно что-то скрываться конечно да да что-то такое какая-то чё на так много выебывается сколько у нее подписчиков юлик думаешь что выебываться могут только те кто у кого подписчики есть нет выебываться вообще нехорошо ты чё реально будешь сидеть тратить наше время на поиск его канал руку убрал мне похуй сколько у нее подписчиков юлик и знаешь кому еще похуй всем смотри дальше шоу выпуск будет на 4 часа блять сейчас опять начнет ворониных искать показывать ставь лайк если хочешь выпуск на 2 часа на 24 часа 24 лайка и будет на 24 150 тысяч лайков мы записываем двухчасовой выпуск 22 года профессиональный танцор обожает путешествовать и с каждой поездки привозит сувенир хламидия трипер неплохо в 22 года уже путешественник ну видимо профессиональный танцор в саратов саранск а ты еще сейчас подожди может он не такой танцор типа бальные танцы может он сейчас выйдет вот в такой футболочке подвертная девушку способную на безумство это круто я обожаю путешествовать еще он танцор скорее всего накаченный спортивный я в игре не забывайте девчонки хорошему танцору ничего не мешает думайте об этом как он тебя в подворотне твои любимые защищать будет блядь танцами капоэрой нахуй тектоникс танцует поехали о я тоже профессиональный танцор пожалуй я посмотрю на него мне кажется она много утром встает зеркало смотрит такая надо что-нибудь придумать я дизайнер танцор кроме того я теслу и забрал если вы не знаю Илон Маск тогда все логично что это свои места я предоставлю место куда ставить свои статуэточки я посмотрю твоей богинка я чуть не понял в чем шутка то была а типа на торт можно поставить на а господи точно то она же ну знаешь в ванус тоже можно вставить статуэтку это то мы тоже могли про это подумать я латиноамериканский танцы д-класс а я думала кря-кря-чапа-чапа какая-то она мразь что ли кря-кря-чапа-чапа это прям сильно похоже по-моему совершенно точно вот печь торта обучают в ПТУ да не института нет институт печенье тортов такого нет может его подсократили типа на лицензии может в Питере где-то есть я просто сам значит не коренной напишите в комментах есть высшее учебное заведение по печенью торта блять она прям в ПТУ мне кажется училась я учился в ПТУ я знаю типа если бы торт индустрия была образовательной системой ты бы не продвинулась в ней дальше ПТУ да потому что ты так выглядишь вот что ты хотел и ведешь себя изощренно то чтобы он закружил меня сегодня в танце поэтому я какие-нибудь экспериментальные танцы экспериментальное творчество какой-то непонятно дети экспериментальная значит ёбнутая хуйня на всякий случай на мне всем говорят я играю экспериментальную музыку значит человек даже гитару настроить не может блять скорее всего не чувак если ты умеешь вот так закидывать ноги за голову зачем тебе вообще тёлка блять он же сидел прям такой смотрите как я могу прям хуй до рта достает так а зачем ты пришёл к концу и отсюда спросите почему в смысле почему ужас он похож как будто знаешь на какого-то сына Андреса персонажа нет 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 раба из игры престолов типу которому на лице клеймо набили тип он услаждает богачей как прям дичь это же надо самостоятельно себя сделать таким охуеть потому что я лучше я тигр вене в виде вича пришёл и он победил пиздец это где на малолетней зоне набили блять вене в виде в виде вице блять о ничего себе сразу видно а вот видишь сколько татуировок полуголые на лице на лице господи вабанк 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 девчонки всем привет жарка на самом деле знаете почему почту потому что у тебя штаны будто ты в них насрал и говно дымится блять ой ой мамочки ahh аа ладно я просто замб... в трет себя похуя я просто завидую что я так не умею окей Окей сейчас видишь куда идем, погоди Дааааааааааааааааааааааааа Нихуя он капает боском себе на язык.. И при этом трет своё «промежность» ахуеть я ва банк Блядь, тёлка долго не дымал аааа Опа, да пиздец Ступra он прям Смотри, сразу лег так что Это я хочу, чтобы «все ва банк» наш ва Он так может прям нахуй запрыгнуть Типа чувак раз Я думаю, Юр скорее ему нахуй запрыгнет Ну я не знаю, чувак, вот настоящий мужик будет ли такой гибкостью обладать? А что ты вкладываешь в понятие настоящий мужик? Типа нас с тобой? Желанные всеми общепринятые идеалы мужчин Знаешь, вот вся вот эта передача, все эти выпуски, это не реакции, это все обман На самом деле мы вам навязываем стандарт мужчины, он должен выглядеть как батя Как батя, да, такое, знаете Возвращаем общество к классическим идеалам Поэтому мы унижаем всех таких и хвалим всяких театралов там со световиком Этих владельцев транспортных компаний, домиков у моря, просто хороших мужиков Мы боремся за то, чтобы в стране начали ценить хороших мужиков Тэщ, вот эта вещь? Охренеть Ну иди ко мне, можно потрогать тебя? Да конечно можно, я думаю, его даже в троллейбусе трогают Типа Хахахаха Не сидите Охуеть Так он с инвизор Я повышаю А в смысле повышать, там в обман что-то Девчонки, а как он будет вас спасать в подворотне-то? Чего же вы в обман? Как же, он же, он же как же Это же нездоровый лысый мордоворот Вы же вроде хотели такого, нет? Чувака, знаешь, который с его ухо, блять, закручивал Да, 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 мы же хотели Вот он бы спас в подворотне Как за каменной цепой А знаешь, он бы отпиздил этого чувака в подворотне Он ее уже там ждет Я зря, Маша, басанула Телка такая Вот это реально я сама гибла Решила повъебываться сейчас придумывать Я, по-моему, голубею, блять Да, мы просто, по факту, мы сейчас сидим и смотрим Смотрим, как мужик танцует С мужской, да За движением он вообще слептист Ну, чувак, я не знаю У меня все-таки есть сомнения в том, что натурал будет таким заниматься Это, конечно, обеспечит тебе много баб Но вопрос в том Но вопрос в том Нужны ли они тебе будут В конце этого длинного тернистого пути То есть Когда ты уже вот так научишься Типа Останется ли у тебя какие-то чувства к женщинам? Нет, знаешь, ты должен быть Если ты будешь Ты должен быть гибким Но если ты будешь недостаточно гибким Ты не сможешь уворачиваться от хуёв, которые летят Да-да-да Задоржить, блять Тебе Можешь показать передок? Передок Тут зайки с морковочкой А что отличают эти зайцы? А кобра-кобра кусаются У тебя татуировки что-то отличают? Да А что? Просто Как отвечать правильно на вопрос? Юлик, у тебя татуировка означает? Да Всё Как бы Дальше уже можно не рассказывать Я это заблю Это вопрос Ты умный или не умный? Типа Да Да Это на миленького зайчика Это перевоплощение в двух личностях сразу Ааааа Пошел нахуй просто Пошел нахуй Я не знаю, видите ли вы это, друзья Типа Пиздец Лобковые волосы показывает Я охуеваю Это всё надо замазывать Или Ой, который хочет его защитить А ты можешь Закружить меня в вальсе? Нет Он может тебе хуем по лбу постучать Но сделать это ритмично Я могу это просто закружить? В постели Он у тебя может закружить Ну ладно, такое может в подворотниче Ты понимаешь, ты нахуй Хочешь гопануть лошка А этот лошок тебя поднимает Какого хуя? Мне нравится что ты делаешь Да-да-да Ты такой пытаешься к нему подойти А он как Эдди из Экина Типа встаёт на руки Ты сидишь и такой на мусорке А он танцует Отстань Не отстань, не отстань, всё, иди со своей тёлкой Ну, молодец, он прям шоу показывает Типа, чего он только не сделал И потанцевал, и покружил, и лобок с жопой показал Всё сделал, что-то Но всё равно это, по-моему, пиздец какой-то Ну да Если вы меня спросите, это пиздец Девочки, 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 держите меня Блин, как классно я полетала Спасибо Понравилось? Да Меня очень приятно Какой, прям ещё и в щёчку такое И это вообще, чертяка Ты просто Девочки, девочки О, господи, я пас Бери всех Ну, типа, не понравилось, что он её поцеловал, наверное Он пошёл, все тёлки на него Эх, пасула Мне в чё, не завидуйте ему Так она всё равно ва-банк пошла Ну и что, а? Какая-то дурочка пасанула, потратила сердечко Ну, можно было идти дальше ва-банк Она не рискнула, уже увидела, что тут тесный физический контакт Всё такое Ты же не сможешь предугадать, как себя поведёт мужик Может, ему наоборот, толстый нравится Или рыжий Или как Меган Фокс Помнишь, блять? Или девушки, у которых есть члены и нет вагин Кроме того, я не помню тут ни одного случая Чтобы баба не бомбила, когда её не выбрали Каждый раз они бомбят, что выбор неправильный Ого Пойдём, пойдём Ладно, человек-змея Забирай себе женщину И уползай отсюда Так и быть хорошо Бери её, человек-змея Ты победил Ну б国 У нас идёт её на ручках и посмотрим на меня Козёл Все они не такие Какой баб Мога Мы не туда попались Он ещё и ванбер Что ты.... дичь А по-моему он просто издевается над ними Да, типа сучки потеряли, кого-то целуют в шейку Не вас Не вааа... С ты чмарыиии Просто мои глаза Я думаю что я Алексею понравилась Потому что когда он взял меня на руки Он сказал что я прекрасна Мне на самом деле везунно нравится девушка Которая гораздо старше меня О! Кого-то в детстве не долюбили Кто то хочет привлечь к себе внимание Своей мамочки татуировками на лице Чувак наверное кто то Ему говорил типа Мамку ебал слишком часто И он реально стал ебать мамок Типа, ну, она же такой просто, тёлка красивая, но хотелось бы мне постарше, чтобы она была лет на 10. Ей вроде 28. Так может, он вообще любит постарше? Может, они очень опытные, много на тебя научат. Чувак, ты уже всё умеешь, ты уже всё умеешь. Чему ещё? Чего мы не... Чего? Насколько мы плохие? Да, чему есть? Есть ещё чему после такого учиться? Ой, вот пиздец. Потому что нам с Алексеем нужно пообщаться немного подольше. Походу, есть где-то ПТУ для мужчин, институт для мужчин, но даже школа не закончилась. Да, мы типа в подготовительном классе для мужчин. И вообще, можно ли построить какие-то отношения? Сегодня мы едем ко мне домой. БАЛЯ! Я... Меня просто... Меня просто пробивает честность к мужику в этом сёму. Просто мы с ним построим отношения. Сегодня едем ко мне домой. А знаете, что там будем делать? А-а-а! Я буду её целую ночь... Шмыкачь! ...пендюрить во все дырки. О-о-о, да! Это мы будем делать прямо после рекламы там. В борьбу за парней вступает ещё одна красотка. Анастасия, 17 лет Профессионально танцует А, но своего танцора она уже пропустила Мы смотрели с вами и за 100, и за 300 И вот за 100 были как-то Поприличнее, что ли Убр как бы Вот этого вот всего такого горячего Так что я предлагаю посмотреть, что за 100 Я надеюсь, он будет адекватным хоть Ой, ой, да щеки Хотелось бы мне адекватного И сильного, и умного И в подворотне И в подворотне, чтобы защитил Потому что за 100, ребята, обычно, знаешь Наоборот, очень классные ребята ставят себе цену 100 Чтобы посмотреть Клюнут ли девчонки на вот эту вот низкую цену Возможно Ну что, школьницы, смотрим за 100? Смотрим Передразнивать нехорошо, но когда очень бесяче говорят То можно 23 года, музыкальный продюсер Что за хуйня Продюсеров так много теперь Это тематические выпуски Может быть, я тоже продюсер Просто я и не знаю об этом Молые спортивные путешествия Ищет дерзкую девушку Без комплексов Будешь держать Мой жопа Дючек Ну, дерзкая без комплексов Это я Что может музыкальный продюсер Интересненько будет Я-то не сказала Когда продюсер тебе говорит Что ты должен быть без комплексов Это не очень хорошо Да, вообще Я даже так скажу, девчонки Когда вам в целом говорят Что нам, например, нужны девушки без комплексов Это значит, что работа Или то, что вот Это подразумевает То, что у вас будут в очко Не фолить Как минимум Или вы там будете на вебкаме Типа пизду надрачивать Вот это без комплексов Без комплексов Это никогда не имеется в виду Незакомплексованное То есть без комплекса Неполноценности Или это Без комплексов Это значит, что в тебя будут трубу Засовывать Кабачок Да, кабачок, блять Биту бейсбольную Что-то такое Интересно будет С ним поиграть В мячик В мячик? Мдаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Активный значит накаченный Танцор значит накаченный И продюсер музыкальный Значит накаченный И богатый наверное Играем Богатый значит Может и не накаченный Не считаю себя человеком на донышке Но пока так Честный чувак Прикольный Ну я просто подумал пиздец Если я вот так вот За 500 Хованский с Юликом засмеют Поэтому я соточку поставил Нормально как бы да Ну пока вот только так смог Другой одежды на свалке не было Здравствуйте Молодой человек, а вы точно продюсер? Он сел, я никогда не видел Что бы кто-то садился тут Смотри он прям типа Вышел и сел как будто он с детьми общался Какие-то типа Ну что девочки как как Не ну смотри зато у них уровни глаз На одном уровне Откуда у тебя деньги напрягутся? Я говорю как с собаками Но это опасно Нельзя смотреть им в глаза Они у вас примут это как агрессия Маму дала А ты всегда всё просишь у мамы? Нет В таком возрасте А ты самостоятельный? Взрослый самостоятельный Чувак прям на таком похуй, что мне кажется, ему даже кто-нибудь додаст Прям это сработает от обратного Знаешь, что он такой крутой, ему вообще поебать Он сидит, мама дала Всё время деньгам у мамы берёшь? Нет Типа, а тебе не похуй, похуй Там ещё вкусно между прочим Да? А что ты любишь готовить? Свининка Коронная Так что ты, девочка моя, подходишь Коронная, йоу Да, я пас Отлично Этого чувака, он прям суперкрутой Вот у кого нет никаких проблем очевидно Он даже на одном уровне с Серёгой С пести моих любимых мужиков Всё, пошёл ты нахуй, ты уебан Супер Ты мне тоже нахуй не нужна, блять Дальше Дальше А ты долго футболом занимался? Я им вообще не занимался Я ленивый футболист Так было указано в анкете, что ты занимаешься футболом Значит, ты наврал Ты лгун И я пришёл сюда врать У тебя красное горит, ну вот куда ты лезешь? Я-я-я Я не... Нажало красное, правый голос не имеешь Занимался футболом, да? Не сказано как я им занимался конкретно Я тоже занимался футболом Однажды я шёл по двору И ко мне подкатился мячик И пацаны сказали Пни-пни И я пнул прямо в девятку, блин С третьего раза, конечно Музыкальный продюсер могу сказать, что у вас проблемы с ушами Там не было написано, что я играю в футбол Там было написано, что я люблю футбол Мы же их не чистим Точно, можно сидеть же Смотреть футбол и кушать Чёлки такие, блин Так он, типа, ещё и будет пить пиво пить и футбол смотри Так ты же сказал, ты футболист Нет, я сказал, люблю футбол, блядь Типа, получается, тебе настолько похуй, что ты сидишь тут, говоришь мне да-нет И ещё и сказал, буду дома сидеть пить пиво, блядь и футбол смотреть По-моему, мы сейчас видим то, как участницы сердца за любовь Столкнулись с реальным миром, с настоящим Где мужчина не готов кинуться на любовь Не горит желанием особенным Да, такой тип, ну если нормальная баба будет, возьму А если ёбнутый, нахуй она надо, пойду футбик погляжу, блядь, ёпта Чипсики Чипсики Не любишь? Нет А, ты можешь, пожалуйста, встать? А можешь покрутиться? Я тебя оценю Ему даже похуй, что он глупо выглядит, а ему прям вообще на всё похуй, чувак Просто похуй Ну, даже не знаю Не моё Чуть-чуть не докрутил, если бы ему ещё больше было похуй Чуть-чуть не дотянул Я буду брать музыкальные инструменты, тем более, вдруг он меня отпродюсирует Повышаю Видишь, на блонду сработало, блядь Так-то мы меня тоже повышаем Чувак, наверное, так это только и работает Вот как подкатить крутой тёлке, спрашивают меня постоянно в комментариях А никак Вы если подкатите, она скажет, пошёл Надо вот как он, типа, крутая тёлка спрашивает Типа, а ты чё, блядь, я не нравлюсь? Вы такие Ну так, нравишься А почему ты там меня на свидание не зовёшь? Да мне похуй, я футбич смотрел, блядь Он такой Так ты чё, значит, может сходим всё-таки? Такой Ну ладно, блядь Хочешь сходим, можешь соснуть мне Я не против, блядь Как интересно Ну мне нравится Он сам охуел Он такой Ебать Интересно Охуеть Я думал, я выйду и уйду сразу Да-да-да, типа просто Какого хуя? Выйду, посмотрю, бабу, так себе и уйду А тут, ебать, за меня борются Значит, такое чувство, будто он открыл волшебную дверь в мир секса Такой сего Ебать, так вот как это работает Не зря я нашёл эти шмотки на помойке Они отличные Все слушаю А куда он поведёт, ты её ебать У него дома, мама, чувак Вот я думаю, да, надо почаще в анкетах такое писать Серьёзно Прям вот Первая строчка в резюме Так, значит, ещё двое у нас повысили, да? Он похож, знаешь, на какого-то кончи за 500, который пришёл Другую цену себе поставил, типа решил по-другому одеться И такой Ебать, в этот раз Я не кончи Типа они всем, нет, всем Они, блядь, борются за меня в топ за 100 Типа он как не понимает, знаешь, я просто замаскировался и поставил другую цену Вот как есть топ бобец, это топ хуец Топ хуец Оминица господи Тогда я вабанг Вау Блять, он Он больше меня удивлён этому Чувак Он прям стоит Видимо, ему все таки не похуй Чё происходит? Он прямо такой У меня даже сценировок на лице нет Странная хуйня Я бы, конечно, пошла с тобой ва-банк, но, мне кажется, ты врёшь. Так что я пас. Ты не продюсер. Вот это поворот. Классный конч. Ой, не конч, топ-чувак. Топ-хуец, бля, я вообще чуваку поебать. У нас тут батл двух Настей. Двух блондинок, двух Настей. Да тут, по-моему, и дурак поймёт, кого он выберет. Я не школьница, единственное достоинство. Ну что, господин продюсер, выбирайте. Кого будешь протессировать? Ну уж не 17-летний. Настя и Настя, да? Угу. Что там, старость и опыт? Школьница, да? Старость и опыт? Школьница. Он прям, типа, как это... Так-так-так, кого бы мне выребать сейчас? Так, ты блондинка, но фигурка... Ребёнка и не старуха. Я выберу Настю подрослее, с ней поинтереснее будет. Понимаешь, дорогая, всё-таки... Опыт... Молодец. Роляет. Она, блядь, симпотнее. Причём тут то, что она старше, блядь. Это было с самого начала очевидно. Да и когда вообще за всю историю человечества женщина посчитала... Комплиментом то, что её назвали старше, чем... Постарше. Старше. Никогда. Ну, зато он её выбрал, поэтому... Это же она не школьница. Там что-то произошло. Где-то там вот мир, знаешь, разорвался, и мы попали в параллельную вселенную, где бабы очень странно себя ведут. Да и в любых... В нашей они всегда себя странно вели. Какая странно в другую... Чувак, мы бы, да, мы бы попали в параллельную, если бы они не странно себя вели, а логично. Вот тогда я бы был в ужасе. А это абсолютно нормально. Давайте порадуемся вместе за нашего чувака, которому на всё было похуй. Да, он молочек, прям. Да, попробуем из этого извлечь урок, что иногда назойливость приведёт вас к крану. Я думаю, всегда назойливость это плохо. А похуизм приведёт вас к победе. Но назойливость неплохо, когда мы говорим о новых выпусках. Сердца за любовь, да. В этот раз вы набрали аж 5 тысяч с хуем подписок. Это даже больше, чем на меня подписаться. Я сразу же приехал к Юлику. Я отказываюсь снимать сердца за любовь. Пока мне не будет 5 тысяч подписчиков. А поэтому, как говорит Камикадзе Ди, подписываемся с 70 аккаунтов. Это ставим на каждом сердца за любовь лайки. У вас воруют лайки. Подписывайтесь на канал, переходите к Юлику. Ставьте приложение, которое будет проверять, стоят ли все лайки. Есть такое приложение. Конечно, не забывайте писать 5-6 комментов. Выводим видос, стоп. Ютуб блокирует нас, ворует просмотры. Ты всё это время смотришь на себя. Скручивай. Вот настолько ты не можешь оторваться от своих. У меня нету такого окошка. Я только у тебя на себя смотрю. В общем, друзья, переходите на мой канал. Там вышла дегустация виски от самого Конора МакГрегора. Мы с Юликом и Власовым пробуем. А не забывайте, ну всё остальное мы уже сделаем. Лайки, подписки. Если вы хотите новые выпуски, мы хотим новые выпуски. Конечно. Это очень весело. Пишите в коментах, какие выпуски Сердец за любовь вы предлагаете. Счастья вам, здоровья. Хорошего настроения. Господь вас хранит. Чао. Пока. Мир вашему дому. Всех благ вашей семье. Всем пока. Пока. Пока.